Уютно, качественно, оперативно. Так отзываются жители Нефтьюганска о работе управляющей компанией «Юганск-Север». Организация существует с августа 2010 года. Выйдя на рынок услуг, удалось сразу заявить о себе. За это время профессионализм сотрудников не раз был отмечен не только на региональном, но и на всероссийском уровне. А на днях сотрудники компании отпраздновали своё 13-летие. С первого же года наша управляющая компания динамично развивалась. С 2011 года занимала лидирующие позиции. В 2011 году как молодая управляющая компания, молодой предприниматель. А с 2012 года уже как лидер сферы ЖКХ занимали первые места, лидирующие места. Одним из главных достижений коммунальщиков является переход уже четырёх старых домов на автоматизированное отопление и горячее водоснабжение. Благодаря чему в год один многоквартирник экономит от 200 до 300 тысяч рублей. Плюсы по отоплению этой энергии избережения, когда осенне-весенний период на улице относительно тепло, людям не надо открывать окна, а в автоматическом режиме в зависимости от погоды регулируются и снижается подача отопления тепловой энергии. В части горячее водоснабжение, когда по всему городу идёт ремонт тепловых трасс, тепловых сетей, в этом случае жители не страдают, так как горячая вода подаётся, как подогрета холодная. Соответственно, резкого ухудшения не происходит. В 2017 году, как эффективная управляющая компания в сфере энергосбережения, заняли второе место во всероссийском конкурсе. А в 2018 году в регионе взяли сразу три первых места в разных номинациях. Штат организации составляет 35 человек, которые обслуживают 10 домов. В такой работе необходимо наладить доверительные отношения с жителями. Все вопросы, которые возникают, решаются достаточно быстро. У нас существует общий домовой чат, и в чате всегда размещаются различные опросники, голосования по благоустройству города, по благоустройству микрорайона, а также, когда вопросы касаются общедомовых каких-то нужд. Нужна велопарковка? Установим. Так реагируют коммунальщики на запросы жильцов. Дополнительный повод для коммунальной гордости – озеленение придомовых территорий. В прошлом году мы начали работу по установке светочных вазонов. Конкурс проводили по зеленению вазонов. В этом году дооборудовали еще несколько домов. Жители, опять же, не понесли каких-либо затрат. Просьба была к жителям только в том, чтобы они участвовали в посадке светов. В принципе, жители активно подключились к данному вопросу, и на сегодняшний день приятно подходить к подъездам, где стоит бетонный вазон со светами. Еще Альшат Гумеров инициировал работу по обустройству и посадке живой изгороди. Так, недавно вдоль улицы Нефтяников были высажены акации, которые отделили жилую зону от проезжей части. Не забывают и о развлекательных мероприятиях, например, конкурсы на лучшее украшение подъезда или интерактив для детей. Я в этот дом заехал одним из первых жильцов. С управляющей компанией уже много лет мы сотрудничаем. Мне очень нравится, что они проводят каждый год праздник для детей на площадке между девятым и девятым домом. Очень чутко реагируют на все наши вопросы, стараются принести все помощи. В этом году заявились на конкурс инициативного бюджетирования, чтобы обновить контейнерные площадки и построить новую тренажерную зону между девятым, десятом и одиннадцатым домами. Кстати, не обделяют вниманием и качество внутриквартальных проездов, обновляя дорожное покрытие. Как отмечают жители, чистота во дворах присутствует круглый год. Зимой все отлично. У нас уборка снега, мне кажется, с годами только лучше стала. В целом, у нас в принципе чистый микрорайон. У меня нет претензий и по зиме тоже, кстати. Все отлично. Вместе с удобством важна и безопасность. Для защиты общего имущества собственников сотрудники организации предлагают им разные решения. Мы стараемся идти всегда в ногу со временем. Наши компании социально направлены. По решению общего собрания устанавливаем систему видеонаблюдения. На сегодняшний день активно работаем по модернизации системы домофонного оборудования для перехода на умные домофоны. Модернизация происходит бесплатно для жителей. Затраты на себя взяли провайдеры и отслуживающие организации по домофонам. Дальнейшее использование умного домофона обходится жителям квартиры в символическую сумму 50 рублей в месяц. Зато у них всегда под рукой специальное приложение, чтобы можно было увидеть, кто приходит. Вот это домофоны, камеры. Камеры со звуком. Видно и записывается. Суточный архив. Бывают такие случаи, когда ты забываешь ключ от домофона, ты не можешь войти. Когда телефон рядом с собой, ты можешь идти, двигаться через приложение. Это очень непростая жизнь. Управляющей компанией уже установлено более 300 камер видеонаблюдения на домах 15 микрорайона. В прошлом году во дворах построили новую детскую площадку. Некоторые малые архитектурные формы уже сломали. Но благодаря такому видеонаблюдению вандалов можно будет призвать к ответственности. Ну вот у меня был случай. У мою машину повребили несколько лет назад. Приходилось вызывать сотрудников милиции, чтобы выяснить причину. Причину так и не установили. Камер на тот момент не было. Никто помощь не смог. Очевидцев не было. И дело закрыли. На текущий момент я считаю, что камеры в моей ситуации действительно будут помыть. Третье место в городском рейтинге стимулирует организацию не останавливаться на достигнутом. Юганск-Север будет продолжать радовать своих жителей ответственностью, качеством и оперативностью. Хотелось бы наверняка и самой управляющей компанией, чтобы это было первое. Но думаю, что в следующем году, возможно, будет и первое. Если жители будут немножко поактивнее и не будут игнорировать как раз-таки эти просники и голосования. Мы стараемся поддерживать качество обслуживания на высоком уровне, независимо, какой рейтинг заняли или занимали. Потому что мы в первую очередь работаем, чтобы жители проживали в комфортных, безопасных условиях для проживания. Чтобы они были довольны нашими услугами, соответственно, мы для этого выполняем всю работу. Алина Морозова, Евгений Трофилов, Олег Елькин, телерадиокомпания Юганск.